16 апреля экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Андрей Санников после своего освобождения из тюрьмы рассказал о времени, проведённом в заключении. По его словам, режим пытался заставить его совершить самоубийство в тюрьме, куда он попал после предвыборной кампании 2010 года. Он говорит, что для этого к нему в камеру помещали специально подготовленных провокаторов. Когда я понял, что действительно отсидка закончилась и начались пытки, начались провокации, я понял, что единственным способом остановить эти провокации, даже не остановить, наверное, на тот момент затормозить, это было написать ходатайство помимо. Потому что достаточно массированная была операция против меня. И я понимал, что я могу просто не выжить в тех условиях, в которых я находился. Андрей Санников и его жену, журналистку Ирину Халиб, задержали в конце декабря 2010 года во время разгона митинга оппозиции против фальсификации выборов. А в мае 2011 его приговорили к пяти годам колонии усиленного режима. Вместе с ним были приговорены и другие оппозиционеры. После этого Европейский союз наложил запрет на въезд в европейские страны для ряда белорусских чиновников, судей и милиционеров, задействованных в подавлении оппозиции, а также отозвал своих послов из Минска. После давления, оказанного на Лукашенко и его правительство, Санникова помиловали и 14 марта 2012 года отпустили. Я не помню такой солидарности, которая была проявлена вот в этот раз, такой поддержки, которую я чувствовал лично. И я думаю, именно это первооснова. И реакция Соединенных Штатов, Евросоюза, первоначальная реакция России связана именно с этой белорусской солидарностью. Поэтому огромная благодарность и низкий поклон всем тем людям, которые шли под дубинки иногда, но тем не менее говорили о политзаключенных и необходимости их освобождения. Бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Санников говорит, что его перевозили из одной колонии в другую семь раз. Он также отмечает, что условия, которые для него создавались, можно приравнять к пыткам. Сегодня очень опасная ситуация, потому что я могу на 100%, с уверенностью в 100% сказать, что провокации сегодня проводятся против всех предзаключенных. Он также отметил, что после освобождения планируют в первую очередь позаботиться о своей семье. Я предполагаю сейчас восстановить свою жизнь, раздавленную. Это было невыносимо тяжело думать о своей семье, которую я очень люблю. Прежде всего о младшем сыне Даньке. Я знаю, как тяжело ему это давалось, что он просто героически себя вел в это время. И моя основная забота сейчас об этом. На прошлой неделе были освобождены также жена Санникова и Дмитрий Бондаренко, председатель предвыборной кампании 2010 года в штабе оппозиционера. Правозащитники сообщают, что правительство Белоруссии удерживает в тюрьмах по политическим мотивам ещё 15 человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!